Продолжаем. Буквально 10 секунд. Я очень надеюсь, что Линна Леонидовна меня слышит, с которой мы разговаривали в первой части. Я хотел бы напомнить ей, что тогда, когда вы начинаете пользоваться дигидрокверцитином или гречкой с кверцитином, такая основательная атака, можно сказать, антиоксидантная на организм, обязательно нужна вода 8 стаканов в день. 8 стаканов в день. Аккуратно, глоточками. Ну, а теперь я готов ответить на вопросы, если есть. Алло. 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 Да, да. Алло. 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 Да. Алло. 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 Я слушаю вас. Анатолий Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Только отойдите от телевизора. Только отойдите от телевизора. Хорошо. Это беспокоит вас, Александр Васильевич, из города Мурома. Да. Да. Александр Васильевич, Александр Васильевич, я же не слышу ничего, потому что у меня в ушах ваш телевизор. Ваш телевизор. Хорошо. Алло. Алло. Да, слушаю вас теперь. Я выключил телевизор. Хорошо. Анатолий Федорович. Да. Я звоню по поводу очистки воды. Да. И второй вопрос по поводу живой и мёртвой. Вопрос вот в чём. Вот вы говорили, значит, очистку воду. Я делаю водопроводную воду таким образом. Я пищу пятилитровую кастрюлю, и потом, когда эту воду кипячёную использую для приготовления чая, и вот 8 стаканов пью такой воды, и приготовлю еду первое, второе, значит, вот это не вредно такую воду принимать. Вы знаете, что не вредно, любую воду можно принимать, только я вам советую не кипятить её. Если вы берёте водопроводную воду, то в России водопроводная вода практически уже без такого бактериального тяжёлого состава нет. Она настолько хлорирована, что она уже, в ней опасности никакой нет. Поэтому я вам советую другое. Не надо кипятить, вы лучше поставьте её, пусть она отстоится часок. И, пожалуйста, пользуйтесь этой водой. Понятно, понятно. Теперь второй вопрос у меня к вам. Можно? Значит, у меня вот уже в течение трёх лет или больше, наверное, проблема с глазами. Ага. В ночное время, в ночное время у меня такое ощущение, так сказать, как будто насыпан песок, так сказать, речной в глаза. Да. И это всё начинается в ночное время после один часов вечера. Да. Ну, я обращался к специалистам, к врачам, так сказать, капли закапываю, но пользы от этого особо нет никакой. Я что хочу спросить. Вот эта гречневая диета, она может повлиять на состояние моих глаз? Может. Мне сказали чего? Мне сказали, что у вас, так сказать, тут вот эта слёзная железа, она, значит, в ночное время перестаёт смачивать глаза. Значит, извините, Александр Васильевич, есть такой диагноз, который вам выставят, называется, звучит он так, синдром сухого глаза. Так. Так, да-да-да-да. Да, синдром сухого глаза. Так. Эта ситуация определяется возрастом человека. Сколько вам лет? Да мне 77. Понятно. И то, что у вас только сейчас наступила, возникла эта проблема, понимаете, вы вообще, так сказать, такой очень крепкий человек. В общем, счастливый, да? Да, да, крепкий человек, крепкий. Понимаете? И тут действительно можно по-разному, так сказать, поступать. Гречневая диета поможет? Поможет. Проблема эта связана с тем, что слёзные протоки и сосудистая глаза, сосудистая глаза, которая микро-микро, да? Да. Вот она оказывается перегруженной, и, так сказать, вот, и глазная жидкость не проходит, поэтому слеза не протекает, и поэтому появляется ощущение насыпанного песка под склерой. Всё оно так. Поэтому в этой ситуации можно поступить так, как вы для себя приняли, то есть взять гречневую диету, да, и повторить её. Но повторить её надо будет два или три раза. С разрывом в месяц, полтора. Так её стопроцентную, больше ничего не есть, только одну кашу, или можно и другие продукты употреблять? Значит, Александр Васильевич, а вы помните, что я рассказывал про эту диету? Да-да-да, знаю всё. Ну, так разве там только гречка? Лук, чеснок, масло. Да-да, всё понятно. Да-да, ничего себе. Ничего себе, только это, только гречка. Какая же тут только гречка? Тут много чего. Льняное семя можно ложить, да? Можно ли размолкать льняное семя? Да, именно так. Именно так. И дигидрокверцетин. Только от капелек, которые вам врачи назначили, вы не отказываетесь, потому что они нужны. Они действительно нужны, понимаете, потому что тут, как это, очень важно ведь понимать, что процесс-то, он начался, он идёт достаточно давно, он уже укоренился, и сразу эти изменения не произойдут. Поэтому вы эти две недели на гречке провели, отдохнули от гречки месяц, да? Так. Но продолжайте потихонечку капать. Вы потихонечку улучшаете трофику глаза. После этого снова провели, снова, так сказать, там прервались. Можно даже в третий раз привести, ничего плохого в этом нет, будет только хорошо. Понятно? Но с большими перерывами. И глядишь к этому вред, к моменту, уже, так сказать, вас вот эти процедуры уже и не понадобятся. А вот как, относительно травы очанки, вы что можете сказать? Чего? Вот вроде там написано в аннотации, что она, значит, вот помогает тут, так сказать, её промывать надо. Очанка, вы что можете сказать? Я не понимаю первого слова. Трава очанка. Нет, не знаю. Вы знаете, какая штука? Я хочу вам сказать так. Я не люблю давать травяные рецепты, лечебные, по одной простой причине. Кому-то они могут помочь, а кому-то нет. Тем более, что эти рецепты передаются, как правило, по принципу ОБС. Одна баба сказала. Понятно. Понимаете? В общем, лучше не пользоваться. Нет, я не считаю, потому что нужен адаптоген. Понимаете? Вам 77 лет. Дай бог мне дожить до 77 лет. Надеюсь, доживу. Адаптоген это какой принимать? Извините, корень лопуха и лицекорень. Вот вам адаптогены. Понимаете? Я называю именно эти травы по одной простой причине. Они не влияют на тонус сосудов. То есть, понимаете, они не заставляют наше сердце биться крепче, чаще, не поднимают давление, не меняют тонуса общего. Вернее, это неправильно. Общий тонус организма, естественно, поднимается. Но вот этих вот воздействий, скажем, на нашу, на сердечную деятельность, эти травы не оказывают. Понимаете? Поддерживая организм. Это очень важно. Очень важно. Гречка выполняет практически ту же самую работу по одной простой причине. Кверцетин, который находится там. Понятно. В значительном количестве. Понимаете? Понятно. И тут мудрость доктора Ласкина, который предложил нам гречневый дед, заключается в том, что он очень внимательно отнёсся к действию кверцетина самого. Понимаете? Тогда дегидрокверцетина ещё не было. А был только кверцетин. Поэтому, так сказать, тогда, когда человек 4-5 раз в день съедает порцию гречки, да, он себя обогащает именно этим, восстанавливая ферментную, ферментативную и микроэлементозную, если можно так вот выразиться, защиту организма от свободных радикалов. А синдром сухого глаза очень часто возникает как раз при наличии такого активного процесса, связанного с такой свободно-радикальной агрессией. Понимаете? Понимаю. А почему именно глаза? Да потому что сосудистая глаза – это микроорганизация, микро-микроорганизация. И поэтому, так сказать, вот эти побочные действия отрицательные, свободно-радикальной агрессии в глазу складываются чаще всего. И именно поэтому сейчас так много у людей катаракты. Именно поэтому. Понимаете? Угу. Понимаю. Понятно? Поэтому вот что касается трав, того-другого, лечения. Пожалуйста, к доктору. Мне не надо звонить по этому поводу. Я точно не скажу. Хорошо. Большое вам спасибо, Анатолий Ефимович. Не за что. Так, друзья мои, если есть еще звонки, я готов ответить, пожалуйста. Так. О, как. Хорошо. Алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Слух. Я сейчас вам звоню из Екатеринбурга. Да. Меня зовут Ида Тимофеевна. Лида как? Лида, Ида. А, Ия Тимофеевна. Да, Ида Тимофеевна. Угу. Да. Теперь, у меня, мне 71 год. Да. Вес у меня 62 килограмма. Ну, замечательно. Теперь, у меня несколько вопросов. Да. Ну, короткие темы. Да. Значит, первый вопрос. Я к нему воду уже месяца два. Угу. Результаты прекрасные. Очень хорошо. Но, там, это, доктор, Бак Мангел, даже не выгонишь. Да. Вот. Он советует воду пить со щепеткой моткой соли на стакан воды. Вот хочу вас спросить, как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь плохо. Потому что вот тут вот соль пытаются использовать как некое лечебное средство. Понимаете, мы без воды не можем, не можем, без воды с вами жить не можем. Но вода, вся вода, которая есть у нас с вами на поверхности Земли, я не имею в виду моря и океаны. Я имею в виду пресную воду. Она вся с достаточным количеством солей. И вот эти соли в том балансе и в том количестве, которое есть в той воде, которой вы пользуетесь, именно эта соль вам и нужна. Как только вы начнёте употреблять воду с повышенным содержанием солей, если у вас есть проблемы сосудистые, они будут ухудшаться. Если у вас есть проблемы с недостаточным кровотоком, скажем, почечной лоханки, или в печени есть какие-то проблемы с желчным пузырём, то вы сразу создаёте у себя угрозу образования камней. Это второй момент. Поэтому третий момент. Тогда, когда эти соли лишние. Если у вас есть сосудистые недостатки, я для этого должен вас спросить состояние сердца и прочее, прочее, прочее. Но есть такая очень неприятная вещь, которая называется кальцинация стенок сосудов. Как правило, эта проблема возникает в стеночках сосудов, в стеночках сонных артерий, венечных артерий сердца, понимаете? И поэтому с солью надо быть очень аккуратным. Есть рекомендации Бориса Болотова о том, что перед каждой едой щепотку соли глотать. Не нужно эта попытка воздействовать на PH, то есть на кислотно-щелочное равновесие нашей крови. Вот это делать не надо, на мой взгляд. Я поняла. Второй вопрос. У меня зимой слезоточение из глаз при холоде и при ветре. Что вы мне посоветуете? Скажите мне, пожалуйста, вы вообще немножко знаете про нашу программу? Я вашу программу смотрю на протяжении месяцев трех. Но я, понимаете, дополнительно, вот еще один вопрос. Я не могу угадать, где программу найти. Вот ловлю, 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 ловлю. Вы знаете что, ну, к сожалению, великому сам телевизионный сигнал распространяется по местным кабельным сетям, насколько я понимаю. Поэтому надо смотреть в местных каналах. Есть СГУ-ТВ или нет? Есть первый общеобразовательный канал телевизионный или нет? Если он есть, значит, каждую субботу в 11 часов. К саму программу я не могу вас найти. Понятно. Понятно. Значит, если у вас есть возможность выйти на сайт первого общеобразовательного канала, на сайт через интернет, через знакомых, может быть, внуки вам помогут, или дети помогут войти. Да, я могу. Значит, там есть архив передач. Нажимаете и смотрите, и смотрите любую программу. Понятно? И вы таким образом можете посмотреть весь цикл. Потому что если бы вы видели, если бы вы видели, вы бы мне вопросов типа, как быть в этой ситуации или как быть в этой ситуации, не задавали бы. Потому что узнали бы, что я, как правило, в этой ситуации отвечаю так. Будьте добры, сходите к врачу и узнайте, что с вами произошло. Понимаете, я ведь не экстрасенс. А что касается слезоточивости... Говорила. Говорила. И что сказал? Рассказывала. Ну? Помотают головой, запишут тетрадку и отправят домой. Вы знаете, какая вещь? Что я вам посоветую? Значит, сколько вам 77, да? 71 год. 71 год. Извините, ради бога, я вам прибавил вон сколько лет. А, это Александр Васильевич был. Понятно. 71 год. Весите вы сколько? 62 килограмма. А рост какой у вас? 160 сантиметров. У-у-у, всего лишь там каких-то 3 килограмма, не страшно. Значит, я вам что посоветую? Пожалуйста, вот сейчас у вас уже есть слезотечение? Сейчас у меня уже как бы намного уменьшилось при помощи воды. Правильно все. Вот теперь к воде добавьте, пожалуйста, сорбенты. 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 Значит, любой, любой сорбент, лучше, на мой взгляд, для того, чтобы, ну, попробовать там, вас защитить от каких-то ненужных последствий, можно использовать смекту. Ага, это я знаю, я слышала о вашей передаче. Да, два раза в день принимайте по 5 дней подряд, 5 дней подряд принимайте по 2 раза в день между обедом и ужином и на ночь, прямо перед сном. Хорошо? Да, 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 я поняла. Значит, только, пожалуйста, ни в коем случае не смешивать с едой. Через полтора часа после еды. Поняла. Понятно? Да. Значит, вы делаете так, 5 дней вы принимаете, 7 дней отдыхаете, не принимаете. Ага. Потом снова 5 дней принимаете. И снова 7 дней. 7 дней не принимаете. И еще раз, третий раз принимаете 5 дней. Это первое. Это первое. И последнее. Пожалуйста, ванна есть дома? Или вы живете в деревне в доме? Есть. Ванна есть. Все удобства есть. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, вы набираете ванну. Лучше это делать где-нибудь за час до обеда. Вам. Набираете в ванну воды теплой, комфортной, так, как вам нравится. Потеплее, похолоднее, как вам нравится. Растворяете в этой ванне полтора килограмма соли. Самой обыкновенной, каменной, самой обыкновенной. Серой, вот этой серой соли. Поняла. Добавляете туда, в эту ванну, 5 капелек йода. Так. Ложитесь в эту ванну, чтобы было приятно. Поняла. И находите, принимаете эту ванну 15-20 минут. Все написала, спасибо, поняла. Понятно. Значит, но только после того, как вы вышли из ванны, не обмываться. Не ополаскиваться. Ага, поняла. А в постельку и полежать 25-30 минут полежать. В тепленьком приятно, чтобы было удовольствие. Понятно? Да. Начнем приводить в порядочек немножко вашу нервную систему. И немножко помогать щитовидной железе. Она у вас ведь проблемная? Было повыше, немножко повыше, низней какой-то там, не могу сказать. Вот, пожалуйста, да, вот таким вот образом. Да, эти ванны можно делать когда угодно и сколько угодно. Понятно? А в нашем с вами возрасте это вообще хорошо делать так, более-менее регулярно. Понятно. Да. Так, еще какие вопросы? Еще у меня тоже небольшой вопрос. У меня болезнь лайма, у меня кусал меня клещ. Болезнь, болезнь еще раз. Лайма. Болезнь лайма, так, да. Я стою у европатолога на учете и принимаю ежедневно по две капсулы коммулекса. 150 миллиграмм. Это самая низкая доза. Я понимаю. Болезнь лайма, да, это после энцефалита? Да. Да. Вы знаете что, Ия Тимофеевна, а вы где живете? Город Екатеринбург. А, ну да, Свердловск. Понятно. Знаете что, в аптеках Свердловска это есть точно, с кипидарной эмульсии по Залманову. Да, есть, я интересовалась. Да. И, пожалуйста, давление какое у вас? У меня давление невысокое, но головные более регулярные. Но сейчас тоже стали почти проходить из-за воды, я считаю. Да, это вы правильно все, поэтому воду нельзя бросать ни в коем случае. Смекту обязательно. Вот эти узкие ванны с солью, пожалуйста, ванн 10-12 надо сделать. Так. А вот после того, как вы сделаете эти ванны, да, провести цикл ванн со скипидарными эмульсиями, смешанными. Да, желтое-белое, я понимаю. Да, в равных количествах. Так, 50 на 50. Да, пожалуйста, не поднимать температуру поначалу выше 38. Первые три ванны 38 температура, самая высокая. А вторые три ванны 39, третья ванна 40 и 41. Это последняя верхняя температура. При каждой этой температуре 4 минуты. Прошу прощения. И, Тимофеевна, у меня заканчивается время, я должен с вами попрощаться. Большое вам спасибо. Если что-то будет непонятно по скипидарным ваннам, лучше попытайтесь перезвонить еще раз. Так, я поняла. Спасибо вам большое. Ну, всего доброго здоровья вам, всем здоровья и удачи. До свидания.